Добрый день, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quaise. По многочисленным просьбам моих подписчиков и зрителей, которые каждый раз задают один и тот же вопрос, я решил вообще подробно разживать ситуацию с получением водительских прав в США. Вот вам две ссылочки. По одной ссылочке вы попадаете на сайт, на котором та же самая программа, по которой вы, придя в любой драйвер мотор Вайклс на территории США, будете сдавать письменный экзамен, ставя галочки напротив вопросов, чтобы сдать этот экзамен на водительские права. А вот по этой ссылочке, если вы пойдёте, попадёте на сайт, на котором разжёвано на русском языке порядок получения этих прав, и каким образом вам нужно и что ответить, если вы оказались не в самом лучшем штате, и к вам начинают докапываться. Итак, давайте по порядку. Вот сайт, где написано, как получить водительские права. Здесь объясняется, что вы должны сказать, если вдруг вам зададут вопрос, почему у вас нету CCN-а. Вы можете пойти в Social Security Office и там объяснить, что вы, к примеру, находитесь по туристической визе, и приехали сюда заниматься лечением, пробудете больше, чем один месяц, что вам необходима машина, а по американским законам вы можете ездить только в течение одного месяца, потом нужны права. Вот, получаете эту справочку, что у вас CCN-а нету, и уже идёте в ДМВ. Это касается тех штатов, где докапываются. Обычно в штатах не докапываются, в нормальных штатах американских. Поэтому вы можете просто сделать два письма сами себе, на тот адрес, на котором вы зарегистрированы, и, соответственно, прийти и сдать письменный экзамен. Вот я весь текст пролищиваю. Внизу, внизу, есть правила дорожного движения для некоторых штатов, причём для Калифорнии на русском языке. Более того, в интернете, если вы поройтесь, есть такие же правила дорожного движения для штата Айва, по-моему. Правила движения особо не отличаются от разных штатов. Вот примеры письменных экзаменов. Теперь мы попадаем на этот самый сайт. Обе ссылочки я мало того, что вам показал, я ещё в описании видео выложу. Здесь вы указываете количество вопросов, которые должны быть на экзамене. Значит, ну, это 10 такой сокращённый вариант, это вы для себя чисто ставите. Но, по-моему, если мне память не изменяет, там было 20 вопросов. И вот начинаете бидин. Читаем. Finest for speeding A. И, соответственно, вы должны выбрать, что из A. In work zone. Reduce, doubled, triplet. Переводим на русский язык. Штрафы за превышение скорости в рабочей зоне. Даблет. Ставим B. Ой, сори, у меня на русском языке. Поставили. Чек ансфер. Есть, коррект. Ансфер B. Даблет. Next question. Значит, чтобы была эффективность от вашей сдачи, очень много людей английский язык знают не ахти. Тем более, что здесь некоторые специфические слова, которые не сразу поймёшь. Поэтому будем рассуждать на сдачу экзамена, так же, как рассуждал студент из физтеха, когда к нему подкатили какие-то два пацана и сказали, слушай, чувак, ты же у нас экзамен сдать не можешь. Он такой курит, на лавочке сидит, говорит, учебник есть, список вопросов есть, сейчас докурю и пойдём сдавать экзамен. Действуем по такому же самому принципу. Не обязательно дословно делать перевод. Попробуйте просто мнемонически запомнить, о чём, собственно говоря, суть вопроса и примерно в голове отложить, какой будет правильный ответ. И на бумажечке это записали. Вы всегда можете сделать чек-ансвер и, соответственно, погоняв этот тест один-два дня, вы запомните. Это правила движения примитивнейшие, настолько примитивнейшие, что представить нельзя. Значит, желающие получить PDF-файл на русском языке для штата Айва, кстати, для Небраска он тоже прокатывает. Значит, ребят, списывайтесь со мною, скидывайте пожертвования на канал, потому что уж больше разжевать я не могу, чтобы за вас ещё полазить в интернет и показать, где линк скачивать. Значит, скидывайте пожертвования на канал, и я вам PDF этот сбрасываю на вашу электронную почту. Хотите получить бумажную книжечку? Не вопрос. Могу специально для вас съездить в DMV-департмент, соответственно, набрать эти книжечки, по почте он выслал, опять же, оплачивайте посещевые расходы. Я специально для вас эту американскую английскую книжечку вышлю. Ну, надеюсь, что вы люди вменяемые. Смотрим дальше. Соответственно, вариант у нас здесь A – true, B – false. Руку убрал, у меня сейчас, видите, фотоаппарат перенастраивался. Не знайте вы, к примеру, ответ на этот вопрос, и лениво вам переводить. Тупо, тупо, ну, что ж, наверное, ставим, наверное, A. Опа, и она вам говорит, неправильно, корректно ответ B – false. Что в этом случае делать? Раз на бумажку себе записали, вот как звучит этот вопрос, я специально поставил неправильно, чтобы вы просто увидели. И дальше, в следующий раз, вы знаете, ага, значит, здесь у нас правильный ответ – false, в голос все отложили. И вот так вот мы прогоняем все 20 вопросов. Всё. Надеюсь, ситуация вам понятна. Ну, я не знаю, как ещё дальше вам разживать. Значит, будут вопросы – пишите, рекомендуйте моё видео вашим знакомым в социальной сети, подписывайтесь на мой канал. Ну, и хорошего дня вам и вашим близким. Если будут ещё какие-то пожелания на составление мануала по жизни в США и полезные советы, пишите, буду также разжёвывать. Удачи!